По традиции, оперативное совещание у главы администрации городского округа началось с отчета о ситуации с коронавирусом. Основная часть, почти 40% заболевших, это люди в возрасте от 40 до 64 лет. На втором месте – жители от 19 до 39 лет. В ковид-госпитале сегодня 98 пациентов. Главный врач больницы объяснил такой рост. Здесь нужно отметить, что сейчас мы гастролизируем, кроме пациентов средней и тяжелой степени тяжелых заболеваний, еще пациентов старше 60 лет, понимая, что это та группа населения, на которую ковид-инфекцию может наложить наиболее тяжелые последствия. Поэтому все пациенты этой категории, вне зависимости от тяжести и состояния, к специализируются в госпитале. В городе продолжается активная иммунизация. В субботу 3 июля поступило 4,5 тысячи доз вакцины, а в понедельник еще 3,5. Привиться по-прежнему можно в поликлиниках, мобильных пунктах вакцинации во дворах и в МФК «Урал». Затем перешли к теме благоустройства. Заместитель главы по жизнеобеспечению Светлана Давлетова отметила, что сегодня полным ходом идут работы на площади перед октябрем. Было принято решение сразу же отремонтировать и проблемные участки канализационных труб, потому что после завершения благоустройства площади сложно будет устранить возможные неполадки. Правда, для этого с 9 по 12 июля придется перекрыть одну полосу проспекта Юбилейный. Это на проспекте Юбилейный, напротив городского центра культуры. Данная работа будет проводиться в штатном режиме. Согласно графику мероприятий будет перекрыто одно направление движения по проспекту Юбилейному. В настоящее время проект организации дорожного движения на время строительства находится на согласовании. Работы будут планированы закончить в течение трех дней. Далее перешли к самой обсуждаемой в последнее время теме. В фольклариаде уже стартовало и гости из восьми стран прибыли в наш город. Перед нефтекамцами они выступят в четверг. Возникает резонный вопрос – как попасть на праздник? Ответ озвучил глава администрации Ратмир Мавлиев. Первое. Вход только со стороны арсенала. Никаких напитков, запрещенных и так далее, острых левших предметов с собой быть не должно, потому что будет организован соответствующий досмотр. Второе. Будет организован режим термометрии, то есть будет замерять температуру. Следующее. Вход без масок ограничен, коллеги, уважаемые жители. Прошу приходить со своими масками и обязательно в течение мероприятия эти маски не снимать. Антиковидные инспектора будут соответствующим образом работать. Кроме того, не стоит забывать и про социальную дистанцию, которую необходимо соблюдать. А еще 8 июля синоптики обещают жаркий день. Поэтому не пренебрегайте головными уборами, дабы не получить солнечный удар. Для желающих вакцинироваться рядом с кинотеатром «Арсенал» будет работать передвижной прививочный пункт. Зульфия Амирова, информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин